Сейчас я хотел бы вам привести маленькую аналогию, которую я приводил недавно в одном из эфиров, и напомнить, как рождается ребеночек на свет. Тем более, что сегодня Андрей расширит картинку перинатальными состояниями и расскажет о том, как перинатальное состояние связано с эмоциональным выгоранием в том числе. И если он научится преодолевать шоки, значит, он сможет на протяжении своей жизни, обладая этим навыком, быстро приходить в себя. Женя, третий шок, это шок неожиданного движения для ребенка, определенное движение в матке. Он раскачивается, он на волнах своего океана, а здесь начинается движение, и вот это вот шок, связанный с определением направления или дезориентация, и попытка найти ориентацию. Единственное, куда тебе можно выйти, это из матки через родовые пути в новый мир, в новую жизнь. И ты испытываешь здесь и зависимость, и неопределенность, и после этого, после всех этих шоков, череды всех этих шоков, наступает такое однозначное вознаграждение. Он прикладывается к груди, и начинается процесс питания, питья. И, как вы понимаете, после того, что ребенок насытился, он может отдохнуть и поспать. Все эти задачи остаются на всю жизнь. Мы каждый день с вами решаем эти задачи. Оно проявляет собой не только эмоциональное выгорание, это и физическое выгорание, и ментальное выгорание. Они вместе должны идти.